Компьютерные технологии и цифровизация сегодня в центре обсуждения. По расчетам IT-кластера, потребность региона в программистах – минимум полторы тысячи сотрудников на ближайшие три года. Стратегию развития в этой области и подготовку IT-специалистов глава Чувашии сегодня обсудил с министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций региона Кристиной Майниной и с представителем компании «Вымпелком» Александром Шведовым. Подготовка будущих IT-специалистов – это одна из важнейших тем на сегодняшний день. Цифровизация проникла во все сферы жизни человека. Все больше люди, а особенно молодежь, переходят в цифровую среду. Сделать ее доступной – приоритетная цель правительства. Я бы вас попросил рассмотреть возможность участия как раз в образовательных программах на всех стадиях их реализации, то есть на стадии разработки самих программ, на стадии их претворения, то есть когда ваши специалисты, допустим, читали лекции. В следующем году планируется развернуть образовательные программы на базе университетов и колледжей. Первыми площадками должны стать ЧГУ и аграрный университет. Что касается цифровизации каких-то отдельных отраслей, то здесь и цифровизация госуправления для нас крайне важна. И здесь мы, помимо представления услуг связи, делаем много для цифровизации транспорта, здравоохранения, образования. Министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Республики Кристина Майнина отметила, что сегодня в Чувашии прорабатывается вопрос открытия IT-классов в нескольких школах. Методика, перечни образовательных организаций и IT-компании участников уже определены. Есть все шансы запустить проект уже в новом учебном году. Предметом обсуждения стала и цифровизация СМИ. Печатным изданием необходимо постепенно переходить в интернет, где сейчас и находится большее количество аудитории. Интернет-клаты у нас большие молодцы, потому что у нас был просто нон-стоп. Но те охваты, которые мы получили, многомиллионные охваты, просмотры, они действительно того стоили. И мы сейчас, я как пример всем привожу, как мы работали в июне, так надо работать всегда. В этом году реализуются 24 проекта по цифровизации. При этом каждый день разрабатываются новые. Олег Николаев поставил задачу с начала 2023 года полностью перейти на электронный документ и оборот в органах исполнительной власти Республики. Дамир Хантемиров, Павел Иритков, Республика.